Наталья Абрамцева Мало ли что! Небо было голубым, а тучка розовый. Не совсем розовый, скорее белый. Разумими были ее чудесные волосы. Люди называют их перистыми облаками. Тучкины волосы не могли не быть розовыми, потому что их расчесывали красные лучи заходящего солнца. А еще тучка была легкой-легкой, а еще веселой и доброй. И не надо говорить, что тучка моя не настоящая, а будто нарисованная. Тучка как раз очень настоящая. Просто у нее день рождения, первый. Просто как раз в этот самый сегодняшний день тучка на свет появилась. И, конечно, сразу поняла, что очень хорошо быть белой-белой, розововласый, добрый и веселый, а не как некоторые серый-черный-лиловый с дождем и градом. Вот и плыла, летела по небу красивая праздничная тучка. С небом почтительно разговаривала, с самолетом о разных разностях спрашивала, с птицами болтала. А ветер рядом летел, следил за тем, чтобы юная тучка чувствовала себя уверенно. Но опекать тучку не было нужды, и ветер улетел по делам, пообещав скоро вернуться. А тучка выплыла дальше. Конечно, хорошо и в небе, но все интереснее земли рассматривать. Чего только не увидишь. И города, и деревни, и реки, и озерца маленькие, меньше самой тучки. А людей сколько! И всем на тучку смотреть радостно, потому что красивая она. Плыла, летела по небу тучка, посматривала на землю, приглядывалась к людям и оказалась над окраиной города, над большим старым парком. По аллеям парка гуляли разные-разные люди. Белая веселая тучка сразу обратила внимание на молодую нарядную женщину. Очень красивую, в легком белом платье, с яркой розовой лентой в волосах. Какая красивая! Подумала тучка. Может быть, даже красивее меня. Только почему она грустная? Женщина и правда казалась грустной, даже раздраженной. Она сердительно смотрела себе под ноги и слушать не хотела своей подруге. А та все удивлялась. Какая муха тебя укусила! Что случилось? Ведь здесь так хорошо, а ты как будто не видишь. Какие старые деревья! Какое небо! Какое! Ну какое! Сердилась красивая женщина. Небо как небо, деревья как деревья, и не до них нет. Чем-то очень недовольна была нарядная женщина. Старые деревья и мудрое небо не удивились ее сердитым словам и даже не очень расстроились. Мало ли странных людей на свете, а молодая тучка удивилась. Она плыла на налей, и вот тень от прядки ее розовых волос упала на лицо красивой женщины. Та резко подняла голову. Я так и знала, сказала она удовлетворенно и твердо. Сейчас пойдет дождь. Дождь? Удивилась тучка. Почему дождь? А снизу солей снова послышали сердитые слова. Туча! Настоящая туча! Да еще с облаками какого-то розового цвета, совершенно неестественный цвет. Так это на меня рассердилась красивая женщина, догадалась тучка. Ей кажется, что я принесла дождь напрасно. Ну а раз не понравились мои волосы, я могу их убрать. И белая веселая тучка собрала свои волосы в тугой узел. И сразу что-то изменилось. Новая прическа сделала тучку будто тяжелее и старше. И еще исчез чудесный розовый цвет, потому что солнце, увидев, как тучка собрала свои волосы облачка, решила, что его красные лучи надоели. Солнце обиделось и отвернулось. И вот уже в небе не белая-белая розовогосая тучка, а чуть сероватая маленькая туча. А красивая женщина все не успокаивается. Да это туча не просто дождь, а ливень с грозой принесла. Не иначе. Очень обидно было слышать эти несправедливые слова. «Улечу! Сейчас же! Далеко-далеко!» решила тучка. Но не вышло. Пока тучка и женщина в белом платье были заняты друг другом, на горизонте появились тяжелые серо-лиловые тучи. Эти грозовые тучи, полные дождя и молний, услышали сердитые слова женщины и поспешили к тучке, будто бы для того, чтобы защитить ее. На самом же деле злые лиловые тучи очень любили ссоры. Вот и сейчас они надеялись, что без серьезной ссоры не обойдется. Они нависли на долей, окружили тучку и загромыхали, и засверкали. Не бойся, мы ей устроим, мы ей покажем. Послушаться бы красивой женщине свою подругу и сделать, как все, уйти из парка. Так ведь нет же, смотрит она в черные тучи и не устает повторять. Я предупреждала, я говорила, сейчас, вот сейчас пойдет дождь. Так она и вышла. Только дождь не пошел, а хлынул. Маленькая тучка старалась, очень старалась вырваться, улететь от черных туч. Но разве пробьешься? А нарядная женщина была уже совсем ненарядная. Ее белые платья и розовые ленты промокли, потемнели, стали цвета совершенно непонятного, печального. Злые лиловые тучи были очень довольны. Маленькая тучка чуть не постарела от обиды, а промокшая женщина твердила, почти плача. Я предупреждала, я говорила, говорила, говорила! Поменьше бы говорила, прошелестели старые деревья, но никто их не услышал или не понял. А как хорошо все начиналось! Голубое небо, розовая тучка, а кончилось как? Плохо кончилось, вернее, плохо кончилось бы, если бы не ветер. Но ветер, закончив свои дела, вернулся к тучке, как и обещал. Увидев, что творится, ветер разлетелся, расшумелся, закружился, разогнал злые лиловые тучи, маленькую тучку вынес в синее небо, растрепал ее стянутые волосы, помирил тучку солнцу с его красными лучами. Все, что нужно, сделал ветер, деловой попался ветер. Молодец просто! А что же было дальше? А все было хорошо! Была по голубому небу красивая тучка с розовыми волосами. С небом разговаривала, самолетами и птицами весело болтала. А вот на землю не смотрела, не хотела, на всякий случай, мало ли что. обмене, не смотрела. Убиваля, все было хорошо. Продолжение следует...